Добрый день, добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники. Меня зовут Василия Плеханова, я руководитель проекта СФКФ «Финтакс-100», организатор профессиональных онлайн-событий. Я очень рада приветствовать вас на сегодняшнем мероприятии, которое мы организовываем совместно с нашим давним партнером Глобальной Ассоциацией финансовых специалистов ACCA. Тема нашего сегодняшнего мероприятия – одна из самых горячих тем этого года – пересмотр налоговых соглашений. Но формат необычный. Это будет профессиональная дуэль. На нашей площадке встречаются лучшие эксперты по международному налоговому праву. Я абсолютно уверена, что все, кто так или иначе связан с международным налоговым планированием, знают их имена, и я рада вам сегодня их представить. Борис Брук – советник налоговой и таможенной практики компании «Дентенс» и Виктор Мачехин – руководитель налоговой практики компании «Линклейтерс», научный советник «Росэфа». Сегодня, друзья, Борис и Виктор будут делиться с нами своим мнением по разным вопросам. Их мнения могут быть как схожими, так и радикально отличаться. Но, как известно, вскоре рождается истина. Но я сразу хочу отметить, что наша с вами сегодняшняя задача – не проконсультировать вас по конкретным структурам или дать рекомендации по каким-то конкретным вашим ситуациям. Наша сегодня общая задача на базе ответов на разные вопросы – построить предположения, к чему же готовиться бизнесу, чего ожидать. И вот получить ответы наших экспертов на эти важнейшие для бизнеса вопросы поможет наш сегодняшний модератор. Это независимый представитель от бизнеса, блестящий финансист Оксана Калядова. Оксана является финансовым директором международной группы компаний. И, кстати, у Оксаны большой опыт тоже по международным налоговым структурированиям. Так что сегодняшнее мероприятие обещает быть мощным, динамичным. И мы с вами, конечно, друзья, в этом поможем. Ждем ваши вопросы в чате. Делитесь, пожалуйста, тоже своим мнением по поднимаемым вопросам. Давайте сделаем вместе так, чтобы данное мероприятие было максимально полезным для нас, для всех. А я, друзья, с радостью передаю слово Оксане и желаю вам полезного мероприятия. Оксана, вам слово. Василия, спасибо большое за представление. Добрый день, коллеги. Итак, можно сказать, что для российского бизнеса стран с граничным элементом, наверное, наступает новая эра. После того, как в марте этого года президент России поручил правительству организовать пересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения с низконалоговыми юрисдикциями. Но мы понимаем, что борьба с офшорами, она, в общем-то, уже ведется несколько лет и ведется планомерно. Но, тем не менее, вот такой массовый пересмотр, наверное, оказался несколько неожиданным. И все лето мы ожидали, во что же вся эта история вылится, наблюдали. Было много предположений в профессиональных чатах среди налоговых консультантов известных. Все предполагали, каким же станет первый протокол. Не будем вдаваться в эту историю. Первый результат мы увидели 8 сентября, когда был подписан протокол об изменении соглашения с Кипром. И почему все так его ждали? Потому что предполагали, что это станет таким вот образцом для подхода в пересмотре соглашений с другими странами. И что мы увидели? Начиная со следующего года, с 2021 года, соглашение, как и ожидалось, предусматривает базовую ставку налога на дивиденды и на проценты, выплачиваемые с территории России в размере 15%. Но, тем не менее, кипрской стороне удалось соглашение сохранить и будут предусмотрены ряд льготных, льготная ставка. В частности, по дивидендам 5% будет применяться для страховых компаний, пенсионных фондов, правительства и местных органов власти, а также для публичных компаний. То есть тех компаний, акции которых котируются на зарегистрированных фондовых биржах, при этом не менее 15% находятся в свободном обращении. И вот эта компания владеет не менее 15% российской компании, выплачивающей дивиденды в течение 365 дней. При этом важно, конечно, отметить, что получатель должен являться фактически получателем дохода. Мы с этой концепцией уже много лет знакомы. Ставка по процентам тоже льготная осталась в размере, ну, так сказать, не будут облагаться проценты при выплате вот этим указанным трем категориям. Первым – страховым, пенсионным, правительством, центральным банком. А для публичных компаний останется ставка 5%. Также ноль останется для банков и для облигаций, котируемых на зарегистрированной бирже, государственных облигаций, корпоративных и еврооблигаций. Что интересно, что ставка по ройлте осталась 0%, и у нас будет отдельный вопрос по этой теме. Это Кипр. Чуть позже, буквально спустя несколько дней, 11 сентября, появился протокол с Мальтой. В части дивидендов он повторяет кипрский вариант, но в части процентов он несколько хуже. Вот тем льготным категориям, о которых я сказала выше, ставка 5%. Также Минфин сообщал, что Люксембург подтвердил согласие на пересмотр, соответственно, мы ждем протокол. Появилось сообщение о том, что начались переговоры с Нидерландами. Ну и тоже появилась информация, что правительство готовит предложение по пересмотру соглашений с Гонконгом и Швейцарией. Это вот кратко то, что мы имеем на сегодняшний момент. Соответственно, первый блок вопросов, которые сегодня у нас заявлены в повестке, он связан, собственно, с изменениями этих соглашений. И первый вопрос, который я предложила бы обсудить с нашими уважаемыми экспертами, я бы сформулировала следующим образом. Вот смотрите, коллеги, в целом мы понимаем, да, бизнес уже, в общем-то, несколько лет привык вот к этому тренду на деофшеризацию. Мы помним, собственно, деофшеризацию, которая началась, если я не ошибаюсь, там в 15-м году. Потом несколько компаний было по амнистии капитала. Россия присоединилась к плану БЕПС, начался международный автоматический обмен. Мы видели, что в последние годы ФНС успешно оспаривала льготную применение, применение льготной ставки, да, по соглашениям при выплате дивидендов, процентов. Вот со следующего года Россия присоединяется к МЛА. В этой ситуации, как, на ваш взгляд, зачем России понадобились такие, в общем-то, ну, радикальные меры, да, по такому массовому пересмотру соглашений вплоть до расторжения? Виктор, наверное, я вас попрошу начать. Будьте добры, пожалуйста. Спасибо, Оксана. Спасибо организаторам, которые предоставили возможность нам с Борисом пообщаться. Мы часто и много общаемся, но вот чтобы у нас такая аудитория была представительна, как сегодня, это, наверное, первый раз, это здорово. Возвращаясь к вашему вопросу, я бы хотел концептуально посмотреть на то, как у нас вообще вот эти все вопросы исторически развивались. Очень коротко. Два процесса. Первое, то, что происходит глобально, об этом мы все знаем. Я же в ВЭПС, все страны, ОСР. Но мы как-то не заметили то, что органически наша налоговая культура, наша налоговая практика, она прошла определенную эволюцию. Когда-то были схемы типа ЮКОСа, то есть внутренние офшоры. С ними было покончено в плане того, стало понятно, что законно-незаконно. Но потом в какой-то момент должен был наступить какой-то случай, когда государство перейдет и к иностранному налоговому планированию. И так получилось, что когда государство было готово это сделать, запустился проект ВЭПС. Проект ВЭПС запустили страны, которые давно уже находятся в проблематике международного налогового планирования. Поэтому для них это просто был очередной этап. Они перешли из третьего класса в седьмой. Но мы где-то из первого класса в седьмой сразу вынуждены были перейти, поэтому нам было очень болезненно. Мы вынуждены были очень много нового получить. Мы это получили, но одновременно, конечно, у нас очень сложно это законодательство развивалось и практика. И если вы вспомните, как КИКИ появлялись, и представители Минфина, они смотрели в потолок, когда их спрашивали, а все-таки, а зачем? Зачем эти КИКИ? Какая цель? Ну, мы просто двигались очень быстро. И сейчас мы уже находимся целиком в этом процессе. Девшеризация и ВЭПС как-то совпали. И вот сейчас мы на какой-то новый этап вышли. Этот новый этап отличается тем, что мы уже начинаем делать какие-то шаги, когда на нас смотрят с интересом наши коллеги в других странах и спрашивают, а что это вы такое делаете? И мне кажется, что мы, как большая значимая страна, уже понимаем, что мы можем не только пассивно себя вести, следуя просто практике ОСР, а можем что-то придумывать свое. И если посмотреть на то, что предлагает ОСР, большей частью ОСР предлагает то, что уже опробовано в других странах. Ну, наверное, мы вот уже переходим к странам, которые являются законодателями МОД в области международного налогообложения. То, что мы сейчас говорим о расторжении соглашений, это, конечно, что-то необычное, что-то новое. Почему это происходит? Наверное, очень сложно от государства получить какой-то последовательный ответ. Но если мы посмотрим на то, что делает государство, наверное, мы можем понять. Это какие-то объективные процессы. Это, наверное, больше к науке. В науке проще объяснить эти процессы. Я попробую свою позицию высказать. Государство использовало стандартные методы против агрессивного международного налогового планирования. Но, скорее всего, государство не осталось довольно результатами. Мы видели, что появились кики, и многие развернули свои схемы и вернулись в Россию. Но уж совсем не все. Мы это знаем. Что у многих реакция на кики была такая, что надо, наоборот, все это закопать. То же самое ФПД. Начали создавать прецеденты по ФПД. Давайте вспомним статистику. Мы ее знаем, во-первых, из судебных дел, во-вторых, из объяснения Ракела. Он подробно рассказывал, как было 100 проверок за год. Из них 10 выбрали. Вот появились эти 10 судебных дел. И он четко говорил, ребята, мы не можем всех проверить. Вот вам сигнал. Скорее всего, сигналы не до всех дошли. И вот приходится что-то радикальное сделать. Ну, вот меняем соглашение. Меняем соглашение. У меня примерно такое объяснение происходящему. Ну, то есть вы считаете, что бизнес – это оправданные меры, своевременные. Бизнес должен был быть готов путем того, что вы назвали сигналы. Действительно, сигналы подавались. Но все-таки вы согласны с тем, что эта форма была несколько неожиданной, наверное, в этот момент? Да, конечно, никто не ожидал. Никто не ожидал. Хотя, если мы вспомним, идея расторгнуть окончательно Кипрское соглашение, она была и 25 лет назад, и 20 лет назад. На Украине точно такие же разговоры велись. А массовости не было разговора. Ну, расторгнуть соглашение, вопросы поднимались. Спасибо, спасибо. Борис, каково ваше мнение, есть ли что-то вам добавить по этому вопросу? Ну, вы знаете, при всем уважении к Виктору, я не могу сказать, что я разделяю полностью ту позицию, которую он говорит. Но давайте по порядку. То, что касается разрыва соглашения, это, безусловно, ситуация не, я бы сказал, уникальная. Вот я тут немножечко посмотрел статистику, и могу вам сказать, что вот есть вполне свежие примеры разрыва соглашения между другими государствами. Ну, в этом году Сенегал расстроил соглашение с Маврикием. Да, это, кстати, известная юрисдикция, и мы все помним, как Индия в свое время расторгала с ним соглашение. А в 2009 году, предположим, Таня разорвала соглашение с другими странами, членами Евросоюза, Франции и Испании. И так далее. У меня тут есть список, который можно было бы продолжить, поэтому можно сказать, что, в принципе, ничего там такого вот прямо жуткого в этом нет. Но должен вам сказать, что вот те источники, где как раз я эту информацию подчеркнул, они очень сильно обсуждали, а как это, собственно говоря, скажется на инвестиционном климате. И, как минимум, все были достаточно сильно озабочены. То есть это означает, что при всей, вроде бы, кажущейся там рутинности таких процессов, ну, заключили договор, изменили, там, расторгли. На самом деле бизнес-сообщество достаточно чутко на это реагирует, и для него это, в общем, такая достаточно неприятная встряска. Что касается целей, ну, на самом деле, часть целей нам была озвучена, так или иначе, да, это собрать денег, потому что денег в бюджете нет, да, это фискальная цель. И это, естественно, все обострилось в связи с, там, пандемией, да, и всеми, ну, негативными, там, нефтяными внешними факторами. Второе – это мотивировать бизнес выводить капитал из Российской Федерации, да, то есть чтобы оставляли деньги здесь. Ну, в какой-то степени про это Виктор сказал. Смею предположить, что могла быть еще, допустим, третья цель – это упростить налоговое администрирование, потому что вот то, что Виктор правильно сказал, о чем я с ним согласен, безусловно, вот те механизмы, которые есть сейчас в соглашениях и которые, в принципе, достаточно эффективно работают в России, тем не менее, они, видимо, не устраивают, их точечность, она, как бы, не устраивает. Налоговое администрирование, мы все с вами знаем, что требуется довольно большой объем информации, необходимо довольно много чего написать, там, пойти, там, ну, даже хотя бы формально, там, защитить, там, перед налогоплательщиками, перед сомпцией, это все некие затраты с точки зрения администрирования. Хочется все побыстрее и подешевле, правильно? Поэтому это может быть некая такая вспомогательная цель. Если вы меня спросите, будут ли эти цели достигнуты в результате вот такого кавалерийского носков, а по-другому я, честно говоря, не могу, в общем-то, это назвать. Ну, цель сгенерировать дополнительные доходы, ну, наверное, в краткосочной перспективе что-то такое будет, хотя я думаю, что достаточно быстро, ну, и, наверное, мы об этом сегодня поговорим, там будут найдены какие-то альтернативные механизмы работы, да, которые, в общем, не дадут достаточно такого, на мой взгляд, четко, ну, стабильного источника дохода для казны, как бы там, цифры нам там не говорили. Что касается вот сигналов там, которые якобы не услышал бизнес там, и то, что вот это, как бы, это последнее китайское предупреждение или попытка вообще его, как бы, немножко взгреть и заставить его хранить деньги здесь, то я абсолютно убежден, что эта цель не будет достигнута с помощью таких механизмов. Знаете, я не буду там долго даже мотивировать свое мнение, я просто приведу вам разговор с одним достаточно состоятельным человеком, который у меня состоялся, ну, какое-то время назад, когда вот как раз тоже я ему задал вопрос, ну, вот как сейчас это увеличение ставки там дивидендов и процентов до 15, это, наверное, заставит тебя как-то задуматься и сохранить, ну, и хранить деньги здесь. На что он мне сказал одну простую фразу. Он мне сказал, ты знаешь, говорит, сохранить 85 процентов – это лучше, чем потерять 100. Я думаю, что этой фразой все сказано. То есть, на самом деле, с моей точки зрения, основная проблема вот этого подхода, который предложен был, это проблема решать глобально, это попытка решать глобальную задачу, задачу доверия, как бы, бизнеса к власти негодными средствами. То есть, такими простыми, вот, ну, условно говоря, примитивными, да, то есть, вместо того, чтобы заниматься достаточно четко, кропотливой работой, а это не только налоговая и даже не столько налоговая проблема, он нас пытается все это вот перетащить в плоскость, давайте завинтим гайки и закроем там лазейки. Но практика показывает, что, к сожалению, это эффективно работать не будет. То есть, люди будут просто понимать, что, да, расходы у них увеличились, ну, накладные там попутные расходы, но при этом по каким-то причинам, несмотря на то, что и там проблем за рубежом очень много, я думаю, это со мной согласится, и банки там достаточно драконовские меры применяют к нашим гражданам, да, и все. Тем не менее, по каким-то причинам люди считают, что при прочих равных все равно капитал выгоднее хранить там. И вот пока вот это вот ощущение не изменится, я думаю, что вот эта вторая цель, а именно, так сказать, цель демицелирования капитала в России, она достигнута не будет. Спасибо, Борис. Да, я услышала важные выводы, что это, в общем-то, не исключительно российская история, да, что были прецеденты, и я здесь, наверное, разделю совместное мнение. То есть я согласна с тем, что сигналы шли бизнесу давно, и, наверное, на сегодня, там, скажем, группы, которые более консервативно относятся к вопросам управления налоговыми рисками, они, конечно, уже сегодня вряд ли применяют льготные ставки. Многие уже применили, да, какие-то методы к реорганизациям, реструктуризациям собственных активов. Поэтому здесь я в части согласна с Виктором, что сигналы шли давно, и действительно власть призывала бизнес задуматься и все-таки, да, как-то возвращать средства в Россию. Но я согласна и с Борисом в том плане, что методы должны быть, наверное, не единственными, и очень важную тему, которую, Борис, вы совершенно справедливо заметили, это, собственно, повышение институтного климата, и вот в том числе последние события, да, которые мы наблюдаем, наверное, действительно не способствуют, и в том числе вот такой шаг, как массовое такое изменение, тоже, наверное, я соглашусь с тем, что этому не способствует. Как вы думаете, коллеги, вот сегодня в России около 80 соглашений, мы сегодня проговорили, да, в работе по изменению 6, что еще, то есть какие еще страны могут попасть вот под эту волну, на ваш взгляд? Борис, сможете? Ну, наверное, может быть, Виктор. Давайте Виктор, да, если удобно. Да, это несложный вопрос, но я сейчас завершу то, что мы только что обсудили. Коллеги, здесь такое смешение происходит, обычное, обычное. Тут есть хитрость одна. Да, бизнес говорит, что, ой, я беспокоюсь, хочу где-то хранить свои активы, кэш, вывезти. Но государство говорит по-другому. Да мы же не против, мы же не против того, что вы свои активы где-то храните. Мы против одного. Мы против того, что при выводе активов вы пользуетесь налоговыми преимуществами, на которые не имеете права. А у нас, я, честно говоря, практически никогда не видел ситуацию, когда кто-то выявил и сказал, а я соглашением не хочу пользоваться. Ведь к таким претензий-то нет. Вот что сейчас беспокоит государство. Государство говорит, бюджет не в хорошем состоянии. Мы смотрим правильно-неправильно. Мы не говорим о том, что вы должны все прямо вернуть. Сейчас позиция такая, что при выводе вы не переходите к красной черту. А бизнес склонен вот это все смешать. Вот типичный пример, как сейчас Борис сказал. Вот есть те, кто беспокоятся. Все видят это беспокойство. И никто не прессует бизнес, чтобы все вернулось. Но здесь справедливый комментарий. На самом деле я вот здесь могу поспорить с Виктором. На самом деле я как раз вижу совершенно обратное. Ведь не надо забывать, что вот этот вопрос ставки – это всего лишь маленький частный вопрос. У нас есть еще куча других ловушек, в которые бизнес вынужден попадать. В частности, правила КИК, которые мы не совсем собирались сегодня обсуждать, как я понимаю. Но тем не менее, вот даже тот стимул, который был сделан, и кривой на самом деле стимул, он приводит к совершенно фантастическим результатам. Вот если вы проанализируете российские правила КИК, вы увидите, что они мало того, что пытаются наполнить казну, то есть, по сути дела, убрать эффект отсроченного налогообложения, для которого они разрабатывались, они в российском исполнении пытаются мотивировать людей перечислять деньги на территорию России. И я знаю конкретные примеры, когда действительно российские физические и юридические лица, они, по сути дела, деньги, полученные за рубежом, они репатрируют в Россию. То есть, что теперь получается? Теперь приходят налоговый орган и говорят, специально это делайте, для того, чтобы у нас не было возможности вас обложить в отношении нераспределенной прибыли. То есть, вы создаете себе условия переводом денег в Россию, чтобы мы, соответственно, вас не облагали. То есть, здесь получается, что у нас как бы одна рука не знает, что делает другая. То есть, и политика, которая оперирует различными механизмами и налогами, она абсолютно противоречивая. И бизнес, естественно, не понимает, что ему пытаются сказать. Поэтому я не могу согласиться с Виктором по поводу того, что здесь чисто фискальные интересы. На мой взгляд, это попытка в том числе решать определенные нефискальные задачи фискальными методами. Борис, но вот тут, смотрите, если у бизнеса есть цель реинвестировать средства в Россию, то мы же понимаем, что можно создать российский холдинг, поднимать на него дивиденды под 0%, реинвестировать в другие дочки. Вот, пожалуйста, то есть группа может быть структурирована таким образом, что для цели инвестиции есть одна группа компаний, одна структура. А вот чистый поток, который хочется вывести за рубеж, в принципе, у нас довольно ставки по сравнению с миром конкурентоспособные. То есть, если мы говорим про структуры с российскими акционерами, то, пожалуйста, вот тот сюрплюс, который ты не хочешь реинвестировать в Россию, о чем говорит, если я правильно понимаю, Виктор, заплати вот там свои, сколько, 13%, да, если мы сейчас дойдем до сквозного подхода, и, так сказать, спи спокойно. Вот здесь вы видите сложности, это так не работает? Вы знаете, это не всегда так работает. Я могу сказать, что там как бы это не смешно и банально бы не звучало, но вот обсуждая там с разными людьми, там с клиентами, просто со знакомыми, вот различные варианты структурирования деятельности на территории России, я должен вам сказать, что налоги, да, они, конечно, их не могут не участвовать, потому что всегда налоги зашиваются как бы в финансовую модель, да, функционирование бизнеса, но это, мягко говоря, не единственный вариант, который есть. Я могу вам сказать, что вот сейчас вот у меня у одного очень уважаемого клиента, да, есть совместное предприятие, и были огромные дебаты, как это совместное предприятие структурировать. То есть это должно быть российское совместное предприятие, иностранное совместное предприятие. И поверьте, налоги там занимали, ну, мягко говоря, там не самую видную роль. И многие говорили, что да, они считают, что страновые риски, которые есть в России, они слишком большие для того, чтобы, ну, потому что понятно, что вы не можете совсем их избежать, да, то есть понятно, что если вы идете деятельность на территории государства, вы всегда попадаете под его юрисдикцию, там, гражданскую, там, любую, поломную, да. Но люди понимают, что есть возможности при прочих равных так структурировать, чтобы эти риски были, ну, чуть меньше, чем при других обстоятельствах. Вот они и выбирают. Поэтому, на самом деле, я далеко, ну, большой противник упрощенческого такого подхода, который пытается говорить только о том, что вот эти вот мерзопакостные бизнесмены, там, мерзопакостные, там, иностранные инвесторы, они все делают для того, чтобы вот обидеть бедную Россию и, соответственно, выкачать из нее там деньги. Потому что, ну, опять-таки, есть масса стран, которые достаточно умеренное налогообложение, и никто не пытается из них деньги куда-то вывезти, да, и людям там комфортно. Поэтому мне кажется, что здесь, в принципе, должен быть такой сбалансированный подход. Да, спасибо, Борис. Да, позиция понятна. Я думаю, что мы вернемся еще к вариантам структурирования дальше в нашей сегодняшней теме, потому что, конечно, здесь нужно рассматривать разные типы структур, да, для одних тип структур, когда у нас конечные бенефициары российские, применимы одни подходы, там, где действительно есть, там, joint venture, да, и есть действительно иностранные инвесторы, там могут возникать большие проблемы. Но в целом, конечно, мы понимаем, что можно искать варианты структурирования, если есть цель там только что-то побольше вывести, да, поменьше заплатить налоги. Но мы также понимаем, что бизнес зачастую вставляет иностранные компании вовсе не для, или не в первую очередь для цели экономии, а, в общем-то, для целей защиты актива, поэтому это такой тоже большой-большой отдельный блок. Давайте, чтобы двигаться дальше, кратенько в завершении вот этого блока, такой единственный у меня вопрос. Мы увидели, что по роялти осталась ставка 0%. Вместе с тем мы также видели недавно принятый закон о поддержке IT-отрасли, да, вот так называемый налоговый маневр в IT-отрасли, когда фактически в России создали, ну, такую попытку создать IP-бокс-режим, да, в общем, в таком понятии. Как вы могли бы прокомментировать, вот нет ли здесь противоречия, почему, на ваш взгляд, это произошло, почему по роялти, да, вот на Кипре хорошо работает IP-бокс, мы знаем, на Кипре много российских IT-компаний. Вот как, на ваш взгляд, в связи с чем это связано? То есть это вот некая льгота и такое вот послабление к кипрской стороне, что это, почему? А вы знаете, Виктор, если вы не возражаете, я попробую, может быть, начать отвечать на этот вопрос. Я думаю, что здесь, на самом деле, никакого противоречия нет, потому что давайте посмотрим, что мы берем с Запада и что мы делаем на территории России. Все прекрасно знают, что, например, создание, допустим, программного обеспечения – это одно из российских конкурентов преимуществ. И тут вы ничего не сделаете, куда бы вы ни посмотрели, вы увидите российских программистов, которые крутятся на территории России и, соответственно, там выкачивается, как говорится, ничего не надо. То есть никому ничего платить не надо, соответственно, а любые попытки создать искусственную структуру, при которой ПО или какой-то другой нематериальный актив, созданный в России, и перетащен искусственно на территорию иностранного государства, он тут же приведет к потере того самого IP-бокса, про который вы говорите. Поэтому здесь, скорее всего, большой проблемы нет. За что платятся деньги в основном из России? Это, ну, может быть, какие-то ноу-хау, это, может быть, там, лицензионные платежи за товарные знаки. Вот, ну, здесь, опять-таки, тоже надо бы, все же понимают, что просто вы льготу не получите. То есть вам надо показать, а, что это реально используется, то есть это не механизм искусственной репатриации, да, б, что тот, кому вы платите, это бенефициарный собственник. Поэтому, наверное, с точки зрения вот тех, кто придумал эту идею с повышением ставок, здесь рисков существенно меньше, чем в ситуации с дивидендами и процентами. Виктор, что вы могли бы добавить по этому вопросу? Ну, почему так получилось, нам остается только догадываться. И помните, такие консервы у нас есть, написано «чатка», там крабы продают. Ну, некоторые знают легенду, почему это называется «чатка». Вообще, должно было называться «камчатка», но три буквы пропали, вот и все. Понятно. То есть ответ «потому что», да? Потому что. Поэтому у нас все что угодно, может быть, почему президент говорил о дивидендах, потом появились проценты. Наверное, можем порассуждать, вот как Борис делает, вот какой практический результат, может быть, какая-то объективная логика есть. Я бы добавил то, что по аналогии с процентами и дивидендами в протоколах сейчас мы увидели, что пришлось делать какие-то исключения. Ну, и исключения достаточно четкие. В случае с Royalty, понятно, что надо было бы освобождать какие-то компании. Те компании иностранные, которые получают доход за счет продажи софта, которые нам объективно нужны, это колоссальные деньги. И вот как разделить эти правильные компании и неправильные компании? Мы, в конце концов, наверное, пришли бы к тесту фактического права на доход или всего того, что сейчас записано в соглашениях. Поэтому, наверное, очень хорошо, что не тронули эту статью, может быть, по другим соображениям. Объективно ее лучше не трогать. И если бы мы по тем платежам, которые мы делаем, скажем, хорошим, правильным, прозрачным компаниям, там получили налог, ну, это же получилось бы все за наш счет. Налог бы переложили на нас. Это было бы все просто бессмысленно, на самом деле. Хорошо. Спасибо, коллеги. Тогда предлагаю двигаться дальше. Оксана, извините, пожалуйста, там просто вот я видел коллеги, кто слушает нас. Они задали такой вопрос, но они сказали, что мы не ответили на вопрос. А, собственно говоря, какие соглашения могут еще подвергнуться вот этим изменениям? Я знаю, как бы, что Виктор Александрович скажет, что это гадание на кофейной гуще. Ну, я бы рискну предположить, да, то есть, ну, понятно, что страны уже некоторые называли, когда находятся под угрозой, это Гонконг, Швейцария, вы говорили об этом. Вот, я думаю, что, безусловно, здесь многое еще зависит от силы переговорной позиции, да. То есть, одно дело, там все-таки маленький Кипр, там и Мальта. Другое дело, достаточно серьезные, как бы, государства, которые, в принципе, могут, как бы, и постоять там за свою налоговую базу. Я не слонен, конечно, считаю, что у нас там в Минфине сидят самоубийцы, которые готовы полностью разрушить ту систему. Ну, конечно, геополитические факторы, да, будут влиять, мы понимаем. Вопрос, кстати, вот как выглядит будет страна, которой разрушена полностью система международных налоговых договоров. Я думаю, что вряд ли это сильно положительно повлияет на инвест-климат. Ну, и кроме этого, надо же понимать, что разные страны имеют разный уровень налогообложения. Поэтому, допустим, те страны, ну, тот же самый Кипр, там, Мальту могут рассматривать как страны с минимальным уровнем налогообложения. Ну, например, там такие страны, как США, там, Германия, там, Средство. Или Китай, да, понятно. Это страны, да, которые никогда никто не обвинял в том, что они слишком либеральничают с налогоплательщиками. Я допускаю, что могут быть некие волны. То есть, когда все будут смотреть, вот как прореагирует тот же самый бизнес на вот эти первые изменения, и мы увидим некую миграцию по странам, да, то есть откуда идут инвестиции, возможно, там потом еще пойдут некие такие, вот знаете, как в сейсмологии называются, да, вот эти вот волны остаточные, когда будут что-то еще менять, то есть какие-то соглашения, но уже исходя из некой новой картины. Спасибо, Борис. Да, я предлагаю двигаться дальше. И, коллеги, я предлагаю все-таки к вопросам вернуться в конце. У нас довольно широкая еще повестка, заявленная организаторами. Следующий блок вопросов у нас связан с, собственно, альтернативой, которую Россия пытается российскому бизнесу предложить, да, вот в ответ, так сказать, на закручивание гаек и на борьбу с офшорами. Это, собственно, наши внутренние так называемые офшоры, да, САРы, специальные административные районы. Мы помним, что САРы появились два года назад, вот как некая альтернатива и в то же время, как, наверное, некое такое убежище с санкционным структурам. Но что на сегодня мы видим? Вот если мы посмотрим три страны, о которых мы сегодня говорим, да, Кипр, Мальт и Люксембург, то, по данным Спарка, около 10 тысяч компаний российских имеют акционеров вот из этих стран, 10 тысяч. При этом в САРе на сегодня, если я не ошибаюсь, зарегистрировано 33 компаний, по-моему, и один фонд. То есть, грубо говоря, там 34 из 10 тысяч, вот даже из этих трех стран. То есть там 0,003%. Вот такая у нас динамика за два года. Мы, конечно, вот как бизнес, если мы будем на это смотреть, мы понимаем, что режим новый, он не до конца еще обкатан, там есть определенные ограничения, да, на дату создания компаний. Ну, это, в общем-то, непростой процесс, который вот надо будет там первый раз, возможно, кому-то проходить, да, редомицелляцию. Довольно высокий, высокая планка для входа, 50 миллионов рублей нужно заплатить. Ну и в целом у нас есть там негативный фон, да, вот в том числе недоверие, да, мы понимаем, есть, наверное, некоторое недоверие бизнеса вот к таким новым инициативам. Но вместе с тем, наверное, надо признать, что все же это положительный момент, что Россия пытается не просто вот ограничивать бизнес, да, а искать какие-то положительные моменты, предлагать альтернативы. И мы знаем, что есть законопроект уже, да, который уточняет и улучшает положение МХК. И в этой связи вот вопрос первый, который я хотела бы сформулировать в этом блоке, и я предложу, Виктор, вам, наверное, начать порассуждать, насколько, на ваш взгляд, при определенных условиях и при каких, да, если это возможно, есть вероятность, что САР станет все-таки привлекательным, да, станет более массовым решением. Что вообще необходимо сделать вот для того, чтобы это доверие к российской юрисдикции повысить? И лично вы верите в то, что САР в течение какой-то перспективы, там, нескольких ближайших лет, может вот таким массовым решением стать? Пожалуйста. Хорошо. Ну, такой вопрос, который, наверное, лучше бы адресовать правильным людям, то есть представителям государства. Ну, вот нас тоже интересуют ответы на этот вопрос. Но я опять вернусь к позиции государства не для того, чтобы уходить от ответа, а просто, ну, это же государственная политика. Когда САРы появились, мы понимаем, для чего это было сделано. Хорошо. Вроде бы задачу решили. Потом решили куда-то дальше развивать этот институт. И вот здесь самое время задать вопрос. А что мы хотим получить? Что государство хочет получить? Ну, что, ну, квартирчики, понятно, они говорят так, дайте нам какой-нибудь льготный режим. Но государство льготный режим вводит не просто так. Кто-то хочет площадку собрать и конкурировать там с Бенилюксом и со всеми другими островами, это одно. У нас, наверное, какие-то задачи другие. И думать, что вот нашу экономику спасет конкуренция с Кипром, и мы всех переманим в Россию, мне кажется, ну, это никто даже не озвучивает вот на самом деле. У нас какие-то специфические задачи. У нас есть некоторые СПМ в Европе, которые, наверное, можно было бы перенести на российскую территорию. У нас есть планы по развитию международного финансового центра. Возможно, как-то это надо синхронизировать. Сейчас вот как-то разговоры о этом центре, они как-то активно не ведутся, но мы же потратили много усилий именно на изменение налогового режима. Ну, если мы крупная страна, наверное, вот мы должны иметь какую-то возможность и для финансовых операций международных, и для того, чтобы привлекать международный бизнес. И вот слово «международный», мне кажется, тут ключевое. Просто многие наши бизнесмены, они, когда интересуются САРом, начинаешь разговаривать и интересоваться, а что у них за бизнес. Ну, у них бизнес российский, российские бенефициары контролируют этот бизнес и управляют из России. Но САР не для них. Я бы не ожидал, что мы использовали бы возможности САРа для того, чтобы чисто российская структура туда вписалась. Наверное, это должен быть международный бизнес, чтобы мы привлекали чисто международный, международный бизнес. И какой-то российский бизнес с серьезными иностранными инвестициями. По ряду причин, прежде всего, правовых и политических. Вот хочется иметь какие-то дополнительные гарантии. Но такую задачу, если мы ее перед собой ставим, ее надо озвучить, надо озвучить, и тогда налогоплательщики бизнес поймут, кого зовут, кого не зовут. Иначе будет не очень понятно. Ну, задача ведь озвучена. Вот насколько она хорошо реализована? Ведь если вы говорите, международный финансовый центр, ну, наверное, как-то не очень логично делать его совсем вот в тех регионах, может быть, где недостаточно инфраструктуры для начала, когда не совсем понятны правила. Ну, и что там говорить, вряд ли какой-то крупный бизнес будет рассматривать российскую юрисдикцию со всеми его судебными, со степенью развития судебной системы, с тем, чтобы свой международный холдинг перевести в Россию. Насколько это вообще реальное ожидание государства? Мы можем смотреть на некоторые эксперименты, которые делали другие страны. Мы можем смотреть на Казахстан, они делали эту зону, там местные компании оказались, и все. Местные, да, местные. Поэтому создать зону несложно, и там правила-то привлекательные, но никто не идет, это сложная задача. Верно, верно, то есть создается впечатление, что этот же САР создан для компаний и может, в общем-то, работать для компаний с теми же российскими бенефициарами. То есть, если мы посмотрим вот о той задаче, которую вы говорите, которую государство перед собой ставило, наверное, вот все-таки решение может быть не совсем докручено, чтобы вот эту задачу решить. Все, вот все повторяется. Вот с точки зрения налогообложения, это так же, как с КИКами было. Надо было быстро ввести КИК. Зачем, было непонятно. Хотя там есть три разных цели введения КИК. Вот сейчас мы разруливаем, и сейчас вот не можем понять, что это КИКи и не генерируют доход. Надо было с самого начала решить, мы для дохода бюджета делаем КИКи или просто хотим установить красный светофор с красным светом, что туда не надо ехать. Вот то же самое сейчас и по САРам надо не абстрактные какие-то разговоры вести, а государству надо быть более активнее и фокусироваться, что конкретно мы хотим делать. И, наверное, какой-то пример государства должно подать для того, чтобы что-то туда, вот скажем так, перевелось существенно из государственного участия вместе с какими-то партнерами. Вот я бы ожидал примерно такую... Да, это хорошая мысль, да, чтобы какие-то наши компании с госучастием продемонстрировали бы вот свою лояльность к этому режиму. Да, но не в смысле того, что все государственное туда ушло, а в смысле того, что вместо того, чтобы создавать, вот как раньше было, некоторые такие серьезные СП в Европе, вот делать такие с госучастием на нашей территории. То есть, чтобы у народа не создавалось впечатление, что мы все убежим на острова. Спасибо. И заканчивая все-таки, вы лично, вы, Виктор, верите, что там в ближайшие, ну давайте там, не знаю, два года САР станет более массовым? Или так это и останется вот исчисляться десятками компаний для вот избранных, так сказать, групп? Ну, у меня позитивное, скорее, скорее ожидание, что да, это, что мы политику эту доведем до какого-то положительного результата, и процесс будет идти, и я бы еще ожидал, что результат будет такой, как часто случается, который мы сейчас вот не ожидаем и не планируем. То есть, будет что-то хорошее. Сюрприз. То есть, вы ждете сюрприз. Да, мы можем и запрести какой-то уникальный механизм, который стоит примером для других. Спасибо. Борис, какое у вас мнение на этот счет? Пожалуйста. Ну, я начну, может быть, с конца. Вот, по поводу моих ожиданий. В принципе, у меня вполне положительное отношение, как ни странно, вот, исходя из контекста нашего сегодняшнего разговора, потому что я всегда за возможности. Я считаю, что если возможность есть, и даже кому-то вот эта возможность, она позволила достичь какого-то положительного там результата, я считаю, что это хорошо. То есть, просто не надо никогда под эти возможности, что называется, под одни возможности лишать людей других возможностей. Значит, то, что касается перспектив, ну, знаете, здесь надо разделить ограничения режима САР как бы на объективные, то есть, которые существуют вне зависимости от того, что Россия будет делать дальше с условиями, и на субъективные, то есть, те, которые мы можем поменять. Объективные – это то, что сам механизм демицелляции, он достаточно ограничен. Вот я просто посмотрел ради интереса. Сейчас в мире, ну, опять-таки, по публичным источникам, только 56 государств поддерживают институт демицелляции. Соответственно, такие там серьезные вот игроки, там, например, как Нидерланды, допустим, да, или там та же самая Великобритания, Гонконг, они не разрешают компаниям покидать свою юрисдикцию. Соответственно, вы можете все, что угодно сделать, но воспользоваться этим, по крайней мере, напрямую воспользоваться там таким способом для этих компаний будет проблематично. Но сейчас же они хотят ввести, есть законопроект, обсуждается с возможностью транзитной рядами целяции. То есть мы понимаем, что это сложно. Правильно, но здесь это не лишит вопроса, потому что если какая-то юрисдикция, в принципе, запрещает своим компаниям куда-то переходить, то, что это будет транзит, то, что это будет прямая, все равно будет одно и то же. Другое дело, что, действительно, я согласен с дистрифтором, есть определенные там, ну, докрутки-недокрутки, но как бы вот определенные черты, которые тоже тормозят развитие. Вот я бы выделил бы несколько на самом деле. Первое – это то, что мы сами себе установили достаточно высокую планку, кто может к нам прийти. То есть я напомню, что как минимум это должна быть страна из так называемого списка ФАТФ и Манивэл. Если вы посмотрите, среди тех 56 стран, которые разрешают на данный момент реминцеляцию, тех, кто находится в этих списках, еще меньше. То есть все вот эти основные острова, которые, видимо, и ориентирована вот эта вся история, они не попадают. То есть, возможно, нам стоит эту позицию пересмотреть. Я не знаю, насколько мы обязаны там ФАТФу и Манивэлу какими-то обязательствами не принимать из недфиналоговой юзиции кого-то. Я не знаю, там есть договоренность на это что-то или нет. Но это как минимум повод задуматься. То есть не стоит ли нам вот это убрать. Потом следующий момент, который необходимое – ведение деятельности. То есть как будет трактоваться ведение деятельности. Например, может ли сугубо холдинговая компания, причем деятельности, что называется condition precedent, в английском языке, требуется ведение деятельности в нескольких юрисдикциях. То есть, опять-таки, мы тоже сужаем некий круг того, кто может воспользоваться. Потом, с точки зрения налогового режима, тоже есть какие-то вещи, которые людей заставляют считать. Ну, первый момент – это сумма инвестиций. То есть, по сути, если вы сравните, например, сумму инвестиций, допустим, через ту же самую Австрию на территории России и вот через САР, то есть для тех как раз, кто реальный иностранный инвестор, то получается, что сейчас через САР надо заплатить 564 тысячи евро, вот эти самые 50 миллионов, тогда как через Австрию платить не надо вообще ничего по новому соглашению. Дальше. Потом возникает вопрос, вот, как вы знаете, там тоже по применимым годным ставкам, там 5-процентные ставки, там есть условия. Первое – это должны быть публичные компании, то есть, соответственно, сразу же частные компании вываливаются, вопрос, а почему бы не распространить это на частные компании, да и расширить круг тех, кому это потенциально может быть интересно. И, наконец, там есть еще одна головная боль – это бенефициарный собственник. Если вы вспомните… Да, его никто не отменял, то есть, в любом случае… Бенефициарного собственника применяется для национального законодательства, но тогда возникает вопрос, то есть, у меня была головная боль с применением соглашения вот с этим бенефициарным собственником, и вы меня, извините, не избавили от этой же боли, когда я применяю вашу национальную статую. То есть, возможно, здесь тоже стоит как-то задуматься и как-то этот режим смягчить, поэтому я бы сказал так, что я не смотрю совсем пессимистично на это, да, я считаю, что такая возможность должна быть для тех, кому налоговым, неналоговым нравится осуществлять свои инвест деятельности через там специализированные эти районы, и на самом деле я, в принципе, не вижу ничего плохого, что они находятся там в дальних уголках, потому что, как правило, если мы посмотрим, где создаются там свободные экономические зоны, когда они создаются, они создаются в тех местах, где инфраструктура не так развита, это некий стимул для развития, да, поэтому в этом нет ничего плохого, но я думаю, что нам, безусловно, надо внимательно подумать, например, того, кого мы хотим, как Виктор правильно сказал, затащить к нам, и что нам для этого надо с точки зрения там налоговой и неналоговой экономики сделать. Но при условии, если бы вот мы допустили, что все, о чем вы сказали, да, вот те изъяны, так сказать, режима можно было бы поправить, да, ввести дополнительные преимущества, подшлифовать законодательство, вот при этих условиях, которые вы озвучили, вы можете, вот вы верите в то, что, допустим, там в течение двух-трех лет этот цар мог бы заменить львиную долю вот компаний для структур, которые использовали вот раньше низко-налоговую юрисдикцию? Я думаю, нет, конечно, но то, что их стало бы существенно больше, я думаю, что мы могли бы говорить, ну, о нескольких сотнях компаний, если брать обе, как бы, оба района. Ну, если даже мы достигнем вот такой цифры в несколько сотен по сравнению с десятками тысяч, то, ну, вряд ли, так вот, я как финансист, и вот мы знаем там понятие KPI, если государство ставило там одну цель, то там несколько сотен даже из десятков тысяч, ну, вряд ли можно считать, наверное, положительным эффектом. А это как раз возвращает нас к тому, о чем я говорил, я не хочу как бы долго повторяться, что вопрос, связанный с инвестиционным климатом, это вопрос очень комплексный и очень тяжелый, потому что это далеко не только вопрос там создать какой-то инкубатор, там всех от всех там в конкретной точке огородить, это очень комплексные и многоплановые вопросы, этим надо просто заниматься, а не пытаться, так сказать, решать эти вопросы наскоком и какими-то вот кавалерийскими методами. Да, здесь я полностью согласна, что, наверное, не всегда вот налоговые вопросы, да, вот там суммовые, так скажем, параметры могут играть какое-то определяющее значение, нежели чем вообще вот общие риски ведения бизнеса, да, риски там судебного оспаривания и на территории России и вообще весь инвестиционный климат, да, то есть мы должны быть способны доказать нашим иностранным инвесторам о том, что вот российской юрисдикции можно доверять, и это я согласна, это годы, на мой взгляд, и годы, потому что мы, я сама структурировала вхождение иностранных компаний, да, ИСП в Россию, если честно, вот там никто пока не изъявил желание, то есть вот все как использовали JV, да, в традиционных юрисдикциях, там, начиная с Кипра, там, и заканчивая остальными, так и продолжают, то есть если честно, на сегодня доверия нет, при том, что многие годы последние планомерно мы пытаемся эту задачу решать, то есть на сегодня все-таки она еще в таком довольно зачаточном состоянии, действительно предстоит большая работа, и я, согласно, могу согласиться только с тем, что это возможность, но, видимо, только для определенных типов структур. И вот тут давайте немножко еще порассуждаем в этом блоке, какие иные альтернативы, да, могут быть для различных типов бизнес-структур, помимо САР, вот что еще сегодня бизнес может использовать в плане структурирования своих активов. Ну, я могу сказать, что то, что я вижу, да, по факту используется, там, опять-таки, это не носит, там, может быть, там, подавляющий массовый характер, но изменение резидентства. И, кстати, вот здесь как раз, между прочим, очень хорошая, это очень, на мой взгляд, хорошая иллюстрация того, что зачастую иностранные компании создаются не с целью минимизации налогового положения, а именно с целью обезопасить себя от каких-то корпоративных и иных рисков. Потому что что вот эта модель изменения резидентства, что она показывает? Вы становитесь полностью резидентом налоговым в Российской Федерации, ну, по крайней мере, с точки зрения налога на прибыль, да, то есть, соответственно, налоговая экономия в идеале вы здесь уже не должны никакого получать по сравнению с Российской компанией. Но при этом все взаимоотношения между теми или иными лицами, которые входят в это, они уже регулируются иным законодательством, да, то есть, там, другие, как бы, отношения во всех остальных аспектах. Это остается иностранной структурой. И я вижу, что этот интерес, как бы, существует, и, в принципе, такая практика, она есть, и инструмент вполне жизнеспособен. То есть, часть групп, я тоже знаю ряд компаний, которые используют признание иностранного своего холдинга, да, резидентом России. Единственное, что здесь, о чем надо помнить, наверное, это исторические риски. То есть, того, что нужно будет действительно продемонстрировать, что произошло в системе управления компаниями, да, что она вот вчера была зарубежная и управлялась, видимо, из-за рубежа, а сегодня она стала управляться с территорией Российской Федерации. То есть, нужно очень аккуратно, наверное, подходить вот к вопросам корпоративного управления, к структурированию, чтобы не нарваться на исторические риски. Ну, я могу сказать так, что в этой части наш законодатель весьма и весьма либерален, да, то есть, мы знаем, что есть определенные формальные исполнения обременительных требований. Я согласен с вами, что, безусловно, здесь нужно как бы быть, ну, иметь некий здравый смысл, да, и показывать, что все-таки мы не просто там формально создали филиал, а теперь пытаемся получить резидентство, а то, что действительно у нас хотя бы какой-то объем деятельности осуществляется на территории России, хотя здесь тоже, кстати, есть свои, ну, вот, Виктор, я думаю, надеюсь, со мной согласится, здесь есть тоже свои определенные, ну, не то, что недокрутки, но, как бы, просто, видимо, люди себе не совсем, те, кто структурировали эту концепцию, они не совсем себе отдавали, может быть, полностью отчет, что здесь два института вступают в некое противоречие. Институт постоянного представительства и институт налогового резиденции, то есть, конечно, было бы желательно, чтобы как-то вот нормативно это более отчетчивалось, это черта, то есть, где проходит просто введение коммерческой деятельности, приводящее к обложению части прибыли, и где оно заканчивается, и где начинается уже полномасштабное признание компании налоговым резидентом, и, соответственно, Россия претендует на общий мировой доход. Спасибо, Борис. Альтернатива подойдет, и вот этот пример с налоговым резидентством, ну, наверное, если это иностранные-иностранные инвестиции, то да, это правильно, но если это чисто российская структура, ну, тут я бы немножко задумался. Вроде бы ничего страшного тоже нет, хотя сейчас мы видим, что вот эти попытки купить нулевую ставку по дивидендам, например, они могут там повлиять на такие структуры. Есть еще совместные предприятия, да, ну, возможно, совместные предприятия тоже это вполне разумный выход, чтобы вот, да, вот не в Европе, а где-то вот здесь, и государство может тоже поддерживать вот такие структуры, потому что это будет лучше, чем поддерживать чисто зарубежные СП. Поэтому надо внимательно смотреть все-таки у кого какие потребности. В общем-то, делайте чебуречное, сеть чебуречных с налоговым резидентством в России, с российскими хозяевами, это было бы странно. Спасибо, коллеги. Переходим тогда к следующему блоку вопросов. Он связан со сквозным, с так называемым сквозным подходом. Здесь я, наверное, озвучу, набросаю такие вопросы и попрошу вас вот каждого порассуждать, да, более детально на эту тему. Ну, первый вопрос, наверное, вот нужен ли вообще, на ваш взгляд, сквозной подход, да, может быть, вот достаточно останавливаться на первом варианте, может быть, вот если, Борис, вы видели, знаете, посмотрели, если в международной практике, да, там отличие нашей российской, российского сквозного подхода от других, то есть нужен ли он, насколько сегодня он эффективен в России, понятен налогоплательщику, да, насколько вот он доступен и кому, самое главное, он может быть интересен и что еще нужно сделать, чтобы этот подход, если он нужен и дает определенные преимущества бизнесу, что еще нужно сделать, чтобы он работал эффективнее. Сегодня мы знаем, что много вопросов, часть групп применяют его, но до сих пор, вот я могу сказать из своей практики, вопросы есть и на них нет ответов, то есть вот что все-таки предстоит еще нам сделать, чтобы он заработал эффективнее. Ну, смотрите, я бы начал бы с концептуального, да, отношения, я считаю, что, безусловно, такой подход нужен и на самом деле в моем понимании концептуальный это подход, который отражает ту простую налоговую истину, да, что налогообложение должно строиться в соответствии с экономическими отношениями, которые есть, ну или то, что мы знаем как принцип превалирования существа над формой, собственно, это некая реминисценция вот этого самого принципа, который говорит и пытается достичь, я бы сказал, некого баланса публичных и частных интересов, потому что в чем публичный интерес? Публичный интерес, естественно, в транспарентности и в том, чтобы налогообложение, то есть государство, условно, не предоставляло там льгот, каких-то послаблений, в тех случаях, когда лицо не могло бы при ином структурировании бизнеса, да, получить вот эти льготы, то есть это понятная как бы история. С другой стороны, мы с вами прекрасно знаем, что создание там многоуровневых каких-то структур, да, совсем не обязательно связанное с налогообложением, но я хочу вам сказать, вы можете просто эмпирически зайти, посмотреть топ-100 ведущих групп компаний мира, да, которых явно нельзя заподозрить там в том, что они занимаются каким-то агрессивным схематозом, да, и вы увидите, что у них огромное количество компаний исторически так или иначе наросло. Поэтому концептуально, с точки зрения вот баланса интересов, с точки зрения принципа справедливости налогообложения, я считаю, что этот сквозной подход должен существовать. Приходится слышать на практике там такой контраргумент, что ну вот, там типа Россия свой сквозной подход, значит, она его заявила, а другие государства его не разделяют. Ну да, такая проблема, она имеет место быть, но на мой взгляд, это не является легитимным основанием для того, чтобы в России такой подход не предусматривать. В конечном итоге это же право, но не обязанность налогообложения следовать этому подходу. То есть это опять, это самая возможность, которая предоставляется. Более того, на мой взгляд, вполне порочным является, и мне доводилось слышать в том числе и от сотрудников органов государственной власти о том, что вот, дескать, это противоречит фундаментально применению соглашений, поскольку мы о таком подходе не договаривались. Ну, на что я им всегда говорю, ребята, вы знаете, вы много о чем не договаривались с другими странами. Вот взять ту же самую тонкую капитализацию. Мы везде кричим, что мы ее применяем, так как это принято соответствовать международными стандартами. На самом деле, вот совсем недавнее дело, которое было в Голландии, показало, что Голландия, например, не считает, что наши правила тонкую капитализацию соответствуют тому, о чем она с Россией договаривалась там в 90-е годы. То есть, иными словами, у нас получается такая довольно двуликая позиция, то есть, когда, с точки зрения физкалитета, выгодно ссылаться на отсутствие договоренности в рамках соглашений, то на это ссылаются. А когда, соответственно, выгодно так, чтобы мы, я бы сказал так, полом высекали нашу собственную позицию, возьмем, опять же, того же самого бенефициарного собственника, которого ввели в российское законодательство, абсолютно уверен, что никто с теми странами 80-х, которыми у нас есть соглашение, никто не советовался, а согласны ли они на то определение бенефициарного собственника, которое мы у себя прописали. С иными словами, я хочу сказать то, что те там практически какие-то сложности, нестыковки, которые есть, а также вот то, что там с кем-то мы что-то не согласовали, на мой взгляд, не являются основанием для того, чтобы не применять этот подход. Этот подход применяется не всеми странами. И вот, кстати, в этом году как раз в рамках одного из докладов ИФА как раз этот вопрос поднимался. И действительно, там есть группа стран, которые не признают сквозной подход, но есть группа стран, которые его так или иначе применяют. Он может называться сквозным подходом, может, некоторые его применяют в рамках всяких антиопланетных инфекций, но применяют. Поэтому я думаю, что такая возможность должна быть, безусловно. И просто в каждом конкретном случае тот или иное лицо может рассматривать это как одну из альтернатив и определять для себя, какие там риски есть и как это будет работать в конкретном его ситуации. Что касается того, как это сделано в России, ну, то есть как имплементировано. Это как раз очень хороший пример того, что хотели как лучше, а получилось как всегда. Потому что, на мой взгляд, то, как это сейчас сделано с точки зрения нормативного регулирования, сделано это безобразно. То есть явно люди, которые это составляли, они не продумывали, не сели, не продумывали до конца, как это могло бы работать хотя бы с точки зрения России. Поэтому мы видим массу проблем, особенно проблем, связанных с применением сквозного подхода в разрезе соглашений. Именно когда Россия выступает как страна источника дохода. И более того, проблема заключается еще и в том, что у тех, кто формирует нашу налоговую политику в России, у них, похоже, нет даже какого-то ответа, а хотят ли они этот механизм делать. Вот я могу привести конкретный пример. Есть два конкурирующих законопроекта. Это вот один законопроект Минфин, о котором Виктор упоминал, который в шумок вместе с нулевой ставкой для российских компаний убирает ту куцию, те куции остатки, которые сейчас есть 312 статьи НК в отношении сквозного подхода. Есть наоборот, на самом деле, законопроект группы депутатов, которые сейчас тоже находятся в стадии рассмотрения, которые наоборот пытаются как-то упорядочить этот подход, сделать его более четким и понятным. Поэтому, ну, что называется, кто в лес, кто под ровом. Пока не очень понятно, чья там тенденция возьмет, но вот, к сожалению, это не добавляет оптимизма. Что касается практики, то по большинству, например, соглашений там действительно все это движется со скрипом, хотя, на мой взгляд, зачастую там надуманные предлоги для неприменения его в соглашении. Но пока на данный момент неизвестно только о том, что более-не-менее там Минфин склоняется к тому, что его можно применять к соглашению с Соединенными Штатами, потому что оно самое такое простое, да, самое примитивное с точки зрения там условий его применения, соответственно, ну, я имею в виду там в случае дивиденды, да, потому что с процентами там все более-менее понятно, там никаких дополнительных условий кроме бенефицированного собственности нет. Самая большая сложность это именно с дивидендами, потому что там, как правило, есть дополнительные условия там в виде инвестиций, ну, доля владения это полегче, да, поэтому здесь возникают нестыковки и практические сложности. Поэтому на данный момент у меня как бы есть определенный опыт, мы его пытаемся применять, да, там где-то, ну, более-менее возможно, но по ряду достаточно важных соглашений, к сожалению, пока на сегодняшний день вот позиция там Минфина, она абсолютно непробиваемая и, ну, остается ждать только, видимо, какой-то судебной практики. Борис, но почему вот такая, на ваш взгляд, почему вот такая ситуация складывается, да, вот вы говорите, хотели как лучше получилось, как всегда, ведь это не новый подход, то есть нам не надо изобретать велосипед, нам нужно просто взять кальку, как это хорошо работает в мировой практике и имплементировать собственное законодательство. Почему так много вопросов? Почему это так сложно, на ваш взгляд, сделать? Ведь, ну, как бы для нас, для бизнеса, если мы говорим и мы понимаем, зачем мы используем промежуточные структуры, да, и одна из целей, это, собственно, как мы сказали, сохранение активов, да, и если мы хотим применять сквозной подход и дойти до уровня конечного бенефициара, то мы, конечно, хотим вот этой справедливости налогообложения, да, и справедливой ставки, применяемой вот к конечному бенефициару, к его месту резидентства. Но что здесь сложного прописать таким образом, как это работает в других странах? Что это? Это вот нежелание? Сложного прописать ничего нет. Есть концептуально две проблемы. Это отсутствие единой, видимо, позиции там органов госласти, которые формируют повестку о том, нужно это или не нужно. Потому что, если вы вспомните, сквозной подход пришел как часть антиофшорного пакета, да, когда вот это была некая такая сладкая пилюля, да, вот в отношении там правил КИК, бенефициарного собственника и так далее. Мы сказали, ребят, вот, во время на вашу транспарентность и готовность, так сказать, раскрывать все свои секреты, мы готовы пойти вот на некие уступки и, что называется, по чесноку сделать вот, неважно, что вы там навертели, да, но вот мы понимаем, что как бы это было бы наиболее просто, да, там с физическим лицом или там с юридическим лицом, как бенефициарным, мы бы готовы вот сделать так, облагать вас так, если бы вы ничего вот этого всего не крутили. Не было. Вот. Но проблема в том, что наше государство, оно славится тем, что оно очень, как это, мед он есть, а как-то то он есть, то его сразу нет. То есть, видимо, другая группа ответственных товарищей, она решила, что нафиг этот сквозной подход, это все равно там сиюминутный как бы бюджетный интерес не позволяет соблюдать, поэтому давайте мы его там тихой сапой и сживем, да. То есть, вроде бы, как кик уже на месте, вроде бы, как бенефициарный собственник со всеми его атрибутами на месте, а это, соответственно, можно потихонечку забрать. Ну да, вроде как послабление бизнесу на лицо, да, а 15 процентов очень хочется, тем не менее, да, при всем вот... Поэтому технически прописать это можно прекрасно. На самом деле, надо просто сесть, подумать, посмотреть еще раз соглашение, какие там условия есть, и просто прописать это, на самом деле, назвать метод юридической фикции, когда вы вводите определенные понятия, которых в реальности не существует. И все. И это позволяет вам вполне решать с прикладной точки зрения эти задачи. Главное только наличие воли и отсутствие вот этого компанейщины, то есть попытки там на коленке за ночь нарисовать очередной какой-нибудь законопроект. Спасибо, Борис. Виктор, какой у вас, какое ваше отношение к сквозгному подходу? Нужен, не нужен? И вот, пожалуйста. Не люблю я разговаривать на эту тему. Почему? Ну, вот я тут сидел, меня тут только приготовили. У меня телефон тут Samsung и такой, знаете, провод телефонный. Телефон или интернетный. Ну, вот я целое утро пытался подсоединить сегодня. Мне надо зарядить телефон, и я вот телефонный провод вот этот вот, вот, да, вот, понимаете, какой-то. Но никак у меня не получилось. Виктор, я тебе переходник куплю. Приходник, это дорого мне. Я думал, может быть, надо закон принять о том, что Samsung, он отказывается от своей родной заряжалки, и вот он только такие будет признавать. Может быть, какие-то процедурные вопросы надо написать, как я буду вот это вот все вставлять, и мы проголосуем в кодексе в каком-нибудь, и все наладится. Ну, вы понимаете, что вот это бесполезно все будет, потому что это разные вещи. Они не предназначены друг для друга. Это телефон, это не заряжалка к нему, это вообще не заряжалка. Но тут вроде бы что-то куда-то можно вставить, и молоток можно взять, привязать в конце концов. Международное налогообложение – это тематика очень сложная. Просто мы вот в сегодняшней дискуссии как-то не особенно демонстрировали это. А вот тема сквозного подхода и ФПД – это тематика очень сложная. Это типично для международного налогообложения. И вот чтобы понять степень этой сложности, это вот на уровне простая хирургия – доставать занозу из пальца, и нейрохирургию, когда такую же занозу надо из головы достать. Это совершенно разного уровня операции. И вопросы, которые возникают в связи с международным налогообложением и ФПД – это просто другой уровень. Ну, вот Борис озвучил позицию, которая, наверное, придерживается 99,9% наших налоговых специалистов и, возможно, слушателей нашего мероприятия, что мы с 2015 года живем сквозным подходом. Мы живем в нем уже давно. Сквозной подход в нашем налоговом праве появился-то давно. Он сейчас называется сквозной, просто мы назвали его сквозной. Когда можно фактическим получателем дохода считать не первого получателя, а следующего. Да посмотрите, сколько было писем Минфина по поводу этого, по трансграничным платежам. Но ведь вопросы остаются до сих пор, Виктор. Мы до сих пор не знаем, как это применить. Надо ли доводить деньги, никто не дает разъяснений, что нам делать бизнесу. Оксана, Оксана, погодите. Я говорю о том, что у нас давно уже этот подход до 2015 года был. Концепция, да. Да, возможно. Концепция была по вполне конкретным сделкам. И причем Минфин сам эту концепцию создал. Не под давлением судов. Нет. Бизнесу требовался вот этот справедливый подход, и он появился. И было видно, по каким структурам он появился. Ну, это было по еврооблигациям, когда доход выплачивался в Россию обратно российским банком. Ну, если посмотреть еще депозитарные расписки, там тоже самое же. Ну, ищите там в конце цепочки того, кто будет в ФПД и применяйте. Были, конечно, проблемы, бумажные проблемы, но эта концепция, она живет давно. Просто есть люди, которые давно знают, что есть эта концепция и понимают, где эта концепция просто работает. Ну, а появились какие-то люди, которые вот в 2014 году, они говорят, о, это прекрасная вещь. Давайте мы сейчас в кодекс распространим на все. И вот тут мы все оказались вот в такой ситуации. Причем не сегодня. Это же в 2014 году было понятно, что вот это опасный очень шаг. Он просто ведет многих не туда, куда надо везти. В каких случаях этот сквозной подход работает? Ну, вот я еще что добавлю. Ну, когда есть агентские отношения, да, можно посмотреть через агента на принципала. Это же нормально работает. Или когда есть трости. Во многих случаях через трости можно смотреть дальше. Это нормально. А почему это нормально? По одной простой причине. Потому что в таких относительно несложных структурах та страна, которая выплачивает доход, она говорит, ой, я вижу, кто бенефициар. И та страна, где находится этот бенефициар, она говорит, ой, я понимаю, что этот доход выплачивается из России. И все сложилось. И в случае, когда этот платеж идет иностранному бенефициару и российскому. А теперь посмотрим о проблемах, о которых говорит Борис. Он правильно называет проблему? Я просто обобщу сейчас, что происходит. У нас есть, грубо говоря, условно, Россия, Кипр и Голландия. И у нас какой-то платеж на Кипр, где понятно, что Кипр не фактические получатели дохода. Хотя Киприоты говорят, мы фактические получатели дохода, мы держим все соглашения. Мы говорим, не, ребят, ну, очевидно. Это вчера были фактическими получателями дохода, сейчас нет. Остается Голландец. Он говорит, Голландец, по нашему кодексу, ты фактические получатели дохода. Прекрасно. Потом Борис говорит так, давайте применять соглашения. Так, хорошо. А соглашения когда применяются? Я спрашиваю студента Иванова. Иванов, когда применяется соглашение? И он мне говорит, соглашения применяются для того, чтобы избежать двойного юридического налогообложения. В нашем примере, когда голландец получает доход, и этот доход в двух странах облагается налогом одновременно. Мы говорим, да, ты, голландец, получаешь от нас доход, давай применять соглашение. А голландец, он там смотрит на свои правила. Нет, ребят, ну я еще что-то получаю, но второе налогообложение не в связи с доходом из России, а этот доход из Кипра. Он говорит, я получил процент из Кипра или дивиденд. Это та проблема, которая называется часто конфликт квалификации. Вроде бы вот одна и та же структура, но она по-разному квалифицируется в разных странах. И если голландцы бы сказали, что, о, по нашему голландскому законодательству мы доход физически полученный из Кипра считаем российским доходом, как было бы, например, в случае с кипрским агентом, тогда бы и не возникло никакого спора. Но если это процент-процент или дивиденд-дивиденд зеркально как-то платится, то голландцы запросто скажут, мы ничего не знаем. У нас голландская компания получила доход из Кипра. Еще вы в России считаете, что это российский доход. Да, двойное налогообложение, но оно не устраняется налоговым соглашением. Вот где, вот где загвоздка. Это с самого начала понятно. И ОСР, когда столкнулась с проблемами налогообложения партнерств, еще тогда, в прошлом веке, в конце прошлого века, в своем отчете все это расписало. ОСР не та организация, которая говорит, тупик, ничего не можем сделать с проблемами. Они вообще это даже не артикулируют. Но там понятно, что этот тупик есть. Но ОСР говорит, ребята, вот есть такие решения. Решения на национальном уровне. Пусть администрации между собой договариваются. Иногда они договариваются. Ну, иногда они не договариваются. Даже разговор этот не поднимают. Ну, иногда в некоторых странах никто на это не обращает внимания. Вот как у нас. Вы мне можете сказать. Но у нас же есть случаи применения сквозного подхода, даже положительных. Я говорю, да. Но просто там никто не вдумывался, что происходит. Вы просто вдумаетесь. Вот как вы это применили. Это все равно в какой-то момент взорвется. И здесь перед Россией стоит выбор. Мы можем продолжать играть в эту лотерею. Где-то налоговики убедили суд, где-то не убедили суд. Работает, не работает. Но есть второй путь. Второй путь, когда мы признаем эту проблему и по-взрослому говорим, а что с ней будем делать. Например, мы так поступили в случае с налогообложением еврооблигаций в свое время. Тоже был кризис. Понятно было, что фактическое право на доход так работает, что имитент облигаций не имеет права на этот доход. Это право у инвесторов. Но государство говорит, ну, мы не будем коверкать концепцию фактического права на доход. Давайте изменим кодекс. И в кодекс написали правило, где мы ввели национальное освобождение. Вот какое ввели, такое ввели. Но это хотя бы было честно и понятно. То, что сейчас происходит с сквозным подходом, когда он работает, очень часто это просто налоговики, они фактически предоставляют эту национальную льготу. Ну, бизнес должен им сказать спасибо. Возможно, это надо как-то легализовать. Ну, смотрите, правильно ли я слышу, Правильно ли я слышу, что все-таки вы считаете, что сквозной подход не нужен вот в силу каких-то сложностей, вот в том числе и межстрановых, которые еще не урегулированы. Ну, так, может быть, нужно проводить работу по их урегулированию. Это вот часть такая международная, да. Но у нас ведь есть вопросы, вот у меня, как у бизнеса, есть вопросы и по национальной составляющей. То есть просто мы почему-то все время рассматриваем структуры довольно простые, да, вот такие понятные, когда там одна компания, Кипр, и над ней там кто-то, Нидерланды. Но сквозной подход нам нужно применять, когда у нас вот есть те же СП. Да, если у меня есть еще уровни с, допустим, миноритариями на каждой ступеньке, да, и тогда у меня куча вопросов, как мне применить сквозной подход. Если у меня, значит, во-первых, денежный поток может не доходить, вот в одной стране у коллег так, там, допустим, в нашей группе эдак, где-то нужно оставить там на промежуточном уровне на расходы или на инвестиции, да, у всех же разные структуры, кто-то там, не знаю, по географическому признаку, кто-то по типам бизнеса структурирует. То есть где-то денежный поток вот на одном уровне останавливается, где-то на другом, где-то не доходит до конечного бенефициара. Где-то возникают вопросы дальше непропорционального распределения дивидендов. То есть если мы будем в России применять разные ставки на разных конечных бенефициаров, у меня на промежуточных уровнях возникают непропорциональное распределение дивидендов, да, там должны включаться СЧА. Куча вопросов. То есть до бизнеса вопросов куча практических, даже не заходя вот в эти, так сказать, более высокие материи, связанные вот с международным налогообложением, да, и какими-то сложностями на том уровне. Но у меня только вопрос, то есть правильно я понимаю, что вы считаете, что лучше вообще не давать такую возможность, потому что это вот сложно и как бы непонятно? Абсолютно нет. Я согласен с Борисом, что сквозной подход, он нужен и он справедлив, он объективно существует. Это даже не вопрос того, вот вводить его или нет. Я вам привел пример. Он у нас был до налогового кодекса, потому что он нужен. Но то, о чем вы говорили, это другое. И вот проблемы, которые возникают вот с таким сложным бизнесом, ну, они объясняются с точки зрения налогов очень просто. Ну, очень просто. Да налоговые соглашения, мы же говорим о применении налоговых соглашений, да они вообще были написаны вот в сегодняшнем виде почти сто лет назад. А бизнес за последние десятки лет, он стал очень сложным. Поэтому налоговые соглашения не поспевают за бизнес. Вот и все. И нельзя из налоговых соглашений выжить больше, чем из них получается выжить. Поэтому, вот если посмотреть документы БЭПС, там все это написано. И сейчас фактически идет построение какой-то новой налоговой архитектуры, потому что дело не в том, что в соглашении надо еще два слова переписать. Там более сложные вещи есть. Ну да, появляются цифровые активы, да, новые веяния технологические, да, все это надо зашивать. Просто сложность бизнеса, сложность бизнеса, что делал, что делал. Да, услышала. Голова и нога, они разные по сложности элементы. Да, спасибо, спасибо, Борис. Значит, мы близимся уже к завершению. Давайте немножко ускоряться. Вот напоследок, наверное, последний вопрос у нас сегодня на повестке в заключении. Какие еще серьезные изменения в международном налогообложении можно ожидать российскому трансграничному бизнесу? В ближайшее время, может быть, уже есть какие-то инициативы в работе, и вы могли бы их озвучить. Ну, допустим, три основных. Борис, давайте с вас начнем, наверное. Ну, я думаю, что вряд ли у нас с Виктором в этой части сильно разойдутся наши перечни. Первое, я бы сказал, то, что нам как бы угрожает буквально в самое ближайшее будущее, это как раз вот уже прозвучавшие здесь аббревиатуры MLI, да, это многосторонняя конвенция по предотвращению размывания налоговой базы. Вот, я всем говорю, что я со страхом ожидаю 2021 года, да, то есть у нас вот наша правоприменительная практика умудряется извращать зачастую положения гораздо более простые по своей структуре и пониманию, да, традиционных, как вот Виктор говорит, столетних международных налоговых договоров. Мне очень страшно за то, во что превратится практика применения вот этого документа, который гораздо более сложный, гораздо менее понятный даже там для умудренных, я думаю, что он даже гораздо менее понятный для своих составителей, которые не факт, что подразумевали то, что в результате получилось, вот, но то, что это однозначно со следующего года будет оказывать колоссальное влияние, это приведет к дополнительной, естественно, нагрузке с точки зрения, там, администрирования, с точки зрения документа оборота, это совершенно точно и не вызывает никаких сомнений. Вторую вещь, которую я хотел бы обратить внимание, это современную перестройку системы налогообложения, так называемого цифрового бизнеса. В России пока это не то, чтобы сильно вот очень во что-то вылилось, да, но вот, Виктор, не даст мне соврать, что во всем остальном мировом сообществе сейчас активно дискутируется, по сути дела, кардинальное изменение принципов налогообложения в цифровой экономике, ну, в частности, введение принципа destination, по территории извлечения дохода, да, нежели чем по территории реального осуществления деятельности, приводящей к извлечению дохода и у нас. Если вы заметите, в основах налоговой политики поставлена цель о том, чтобы адаптировать российское законодательство вот к цифровой экономике, соответственно, это означает, что, ну, в краткой или среднесрочной перспективе это будет сделано, каким образом мы пока можем только догадываться, хотя там тоже фигурирует уже вот принцип нахождения пользователей как основа налогообложения, тем не менее, я думаю, что это довольно важная вещь, которую мы не должны проглядеть. И, наконец, третье, это те, кто сталкиваются, те, кто, так иначе, имеют компании в Европе, те, кто живут в Европе, имеют те же самые золотые паспорта, вот. Тех хочу порадовать, значит, в разных странах, там по-разному немножко получается, но начала вступать в силу директивы Евросоюза по поводу так называемых трансграничных налоговых, ну, как сказать, arranging, это такое очень общее слово, да, трансграничных налоговых структур. Смысл заключается, как это, знаете, возьми веревочку с мыльцем и иди сам себя подвесь за одно место, да, то есть, по сути дела, теперь основной принцип, что вы еще не успели ничего толком имплементировать и должны в течение достаточно короткого периода времени рапортовать о том, что вы собираетесь делать, налоговым органам той страны, где у вас, ну, там разные могут быть варианты, но давайте так для простоты, где находятся, например, бенефицары. Мы с этим уже столкнулись, когда вот наши коллеги, как раз по одному из проектов, наши коллеги, написав меморандум, сказали, а вы знаете, вы должны, вот ваш там клиент, кто будет выступать в структуре конечным бенефицаром, должен в течение 30 дней вот эту всю структуру, которую мы описали, должен ее отрапортовать в налоговый орган по месту своего жительства, да, иначе там достаточно драконовские штрафы, вот, то есть теперь, как бы, будет развита система самодоносительства, это надо, как бы, понимать, соответственно, там просто еще масса нестыковывает, кстати, к вопросу, да, о качестве законодательства, то есть это проблема не только в России, это проблема очень часто и в других странах, потому как, когда стали узнавать детали, то, чего, куда, должен рапортовать, выяснилось, что по многим вопросам еще нету консенсуса между, там, а как это время для штрафных санкций, оно уже тикает, поэтому... Это, я как слышу, вот какой-то аналог ДАК-6 для физлиц, как будто, да? Нет, это тут есть тот самый... А, это та же, да, 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 просто некоторые страны воспользовались с правом на отсрочку введения, а некоторые, например, Германия, сказали, что им ковид не помеха и, соответственно, хочешь, что... Надо отчитываться в этом году, да? Информацию тащи, поэтому это тоже достаточно определенный, я бы сказал, взрыв от мозга с точки зрения новых стандартов вообще ведения деятельности там по налоговому планированию, да, то есть вы еще ничего не сделали, а вас уже потенциально рассматривают как нарушителя, и к этому надо привыкнуть, то есть люди уже должны понимать, что если вы так или иначе привязаны к Евросоюзу, да, то в какой-то момент у вас... Надо готовиться. Да, и поэтому, если вам никто об этом не говорит, как минимум стоит озаботиться, чтобы не получилось так, что потом вас за это накажут. Вот я бы как бы три таких основных вещей выделил. Спасибо. Виктор, есть что-то у вас добавить к ожидаемым инициативам? У меня бы даже не две позиции, две позиции, а не три. Соглашаясь с Борисом, я бы одну его позицию расширил, то, что касается вот самодоносительства. Я бы абстрактно назвал это то, что тем, что Россия будет продолжать внедрять в свою налоговую систему правила, которые существуют за рубежом. И в части налогообложения, и в части налогоадминистрирования. По налогообложению это там и по резиденству есть вопросы, и по постоянному представительству. К налоговому администрированию тоже есть чем заняться. Так что мы будем копировать некоторые вещи, которые в некоторых странах существуют достаточно давно. Но глобально я бы видел то, что перед бизнесом будут какие-то новые вопросы стоять. И возможно из-за прозрачности и лучшей работы налоговой администрации некоторые группы, которые сейчас используют, я только сейчас придумал этот термин, такую налоговую ренту. Ну когда вот из-за того, что много стран, можно как Apple, грубо говоря, экономить колоссальные деньги. Вот возможности для такой налоговой ренты, они будут уменьшаться. И возможно реальным станет вопрос, что не хотите платить налоги, оставляйте деньги в стране, где они заработаны. Сейчас пока такой выбор обычно не встает. У нас народ сразу думает, трансферное ценообразование, еще что-нибудь. Я подозреваю, что вот объективно таких возможностей будет меньше. И поскольку все это происходит на фоне роста дефицитов бюджетов крупнейших экономик, ну вот это как-то движение в одном направлении. Спасибо, Виктор. Ну, подводя итог, наверное, кратко, да, тому, что мы сегодня обсудили, мы прошли по нашей всей повестке. Вопросов по-прежнему много бизнесу, да. Мы понимаем, что вот эти тренды мировые на финансовую прозрачность будут продолжаться, имплементироваться в России. Вопросов по-прежнему много. Будем надеяться, что те возможности, которые законодатели пытаются нам все-таки дать, будут с помощью в том числе профессионального сообщества, да, и вот институтов, которые существуют, да, по влиянию и лоббированию различных бизнес-интересов тоже будут как-то применяться. И все-таки для бизнеса будут какие-то положительные моменты на практике реализовываться. Спасибо большое, коллеги, мы завершили. Можно в заключение пару слов сказать? Пожалуйста, конечно. Очень коротко. У бизнеса возникает вопрос, что делать? Я говорю, вы приходите к нам, к Борису и ко мне. Но я имею в виду не совет, что вот прямо делать. У нас есть большее. Мы занимаемся одним хорошим делом с Борисом, и в этом году мы присоединяемся к новой программе, которая в финансовом университете реализуется. Это изучение международного налогообложения в течение года. Из наших дискуссий, наверное, понятно, что все-таки международное налогообложение – это сложные вещи. И мы вот в этом году предоставляем такую возможность, прежде всего практикам, это профессиональная передподготовка. Ведь подумайте, вот Борис, он ничего не сказал и обычно не говорит. Но вот Борис, Рустам Вахитов, Александр Кадет, они все закончили Лядинский университет. Там годичная программа изучения, international taxation – это просто нейрохирургии, надо учиться. Это гору, да. Поэтому вот тут чудес не бывает. Если кто-то хочет присоединиться, у нас вот до конца месяца еще прием идет, поэтому найдите меня, найдите Бориса, мы с удовольствием коллегам объясним, куда подключиться. Потому что без вот такого концептуального понимания того, что происходит в международном налогообложении, многим и консультантам, и представителям бизнеса, конечно, тяжело. Кому-то это не нужно. Но те, кто специализируется на таких вопросах, но они объективно, конечно, должны повышать свой уровень, чтобы не вводить потом своих руководителей, собственников и клиентов в какие-то странные структуры, которые противоречат логике развития международного налогообложения. Спасибо. Спасибо, Виктор. Борис, есть вам что-то добавить в заключение, в обобщение, кратко, чтобы мы перешли уже к вопросам? Ну, вы знаете, я не буду многословным, чтобы не отнимать возможность ответить на вопросы. Действительно, вопросы международного налогообложения сейчас, ну, так получается, стали на достаточно острую повестку дня, и мы сталкиваемся с ними постоянно. Я согласен с Виктором в том, что подходить к решению этих вопросов нужно, имея фундаментальные, конечно, какие-то представления. И я, кстати, думаю, что если бы вот этого придерживались все, то, может быть, и многих проблем, связанных с недостаточным и неправильным урегулированием тех или иных вопросов у нас бы, может быть, и не было. Поэтому я согласен, что должна быть всегда группа людей, как в нейрохирургии, которые развивают это все так или иначе, придумывают новые механизмы лечения, так и здесь тоже должны быть люди, которые могут придерживаться самых разных позиций, могут быть там более профискальными, менее профискальными. Это не имеет значения. Но главное, что они понимают всю палитру проблематики и готовы к тому, чтобы вот позитивное, как бы, регулирование этих вопросов оттачивать и оттачивать в нужную сторону. Спасибо большое, Борис. Коллеги, предлагаю тогда перейти. Мы немножко задерживаемся, но вопросов немного. Кратко попрошу вас тогда прокомментировать. Вопрос от Валерии. Насколько, по вашему мнению, соответствует принципам действия налогового законодательства во времени распространение действия новых ставок для налога на доходы иностранных юридических лиц на выплаты процентов, начислявшихся в периоды действия старых ставок? Ну, давайте, может, я попробую сказать. Борис, можете, да, давайте. Ну, это достаточно, как бы, является предметом международного консенсуса, что налоговые последствия при выплатах трансграничных, они все-таки определяются не экономическим источником, а тем моментом, когда они выплачиваются. Поэтому я здесь особой проблемы не вижу. В конечном итоге, ну, любой заботливый хозяйствующий субъект, если он понимает, что ситуация ухудшается, он всегда может так или иначе решить этот вопрос путем, там, более раннего распределения. Поэтому, в принципе, с точки зрения какой-то глобальной, там, налоговой или правовой, у меня нет какого-то внутреннего противоречия в отношении того, что мы должны смотреть все-таки, как мы будем применять в момент выплаты, а не в момент, когда произошло начисление или даже формирование того, ну, потому что начисление, там, это проценты, да, например, дивиденды, это именно формирование финансового результата, за счет которого потом осуществляется выплат. Спасибо. Можно я добавлю? Да, да, Виктор, есть. Два аспекта. Вопрос, на такой вопрос хочется ответить. Да, это все неправильно делается, вот принцип есть какой-то, но мы же профессионалы, мы видим, что, во-первых, ну, в учете и в налоговом учете, она же два принципа, да, сказал, как просто, получил деньги, заплатил налоги, но есть начисление, есть метод наличности, все не так просто, и я бы не ожидал единого ответа на этот вопрос в разных странах. Это не очень простой вопрос. Единственное, что, наверное, политика, которую государство исповедует, она должна быть последовательной и не дергаться только из-за того, что мы в соглашении что-то изменили, например. То есть государство должно иметь единую политику, и наукоплательщики должны знать, в чем эта политика состоит. Да, спасибо, это очень важный элемент, последовательность, да, и предсказуемость для бизнеса, чтобы мы понимали, к чему все идет, и что планируется. Спасибо. Дарья благодарит за возможность послушать вот таких гуру, наших уважаемых экспертов, и вопрос. Не видите ли вы дискриминацию в том, что новые варианты соглашений оставляют налоговые преимущества для определенных структур, связанных с государством, лишая их независимый бизнес? Ну, я бы сказал, что это, наверное, философский больше вопрос, да, в конечном итоге. Знаете, в Америке есть такая максима, которую в свое время выработал Верховный суд. The power to tax is the power to destroy, что, в принципе, означает практически безграничную власть государства в части установления налогов. Поэтому понятно, что государство заботится о своем кармане, и просто, ну, на самом деле, льготы вот этим, как вот здесь вот выражаются, около правительственного, там, связанного государственной структуры, это, по сути дела, экономические перекладывания из одного кармана государства в другое. Поэтому здесь можно, на самом деле, найти оправдание такому, но вот здесь я скажу, ну, солидаризируясь с Виктором в его ответе на прошлый вопрос, да, о том, что, в принципе, как бы, ну, вопрос, скорее, риторический, да, то есть с точки зрения вот позитивного регулирования, ну, вот стороны так договорились, значит, так и тому и быть. Ну, другое дело, что здесь... Да, Давид. Да, 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 добавлю то, что, ну, вообще, само наличие соглашений можно тоже рассматривать как дискриминацию, да, какие-нибудь компании на островах скажут, а что это вы нас дискриминируете, там, о чем-то договорились, понимаете ли, за нашей спиной. Поэтому сегодня не так уж и просто, и если бы в правилах ВТО не было специальное исключение для соглашения избежания двойного налогообложения, то такие соглашения бы нарушали бы еще и правила ВТО. Поэтому, если мы находимся уже на территории каких-то исключений, ну, три исключения, наверное, позволительно-дополнительное исключение правил и процедуры. Ну, здесь, наверное, все-таки я, может быть, тоже кратенько добавлю, льготы все-таки здесь работают не только для структур, связанных с государством, да, прежде всего с публичными компаниями, то есть вообще крупный, в том числе и частный бизнес, имеет возможность получить эти льготы. Другое дело, что насколько климат, да, и общий налоговый режим, и экономическая ситуация в стране позволяет частному бизнесу дорасти до такого масштаба, чтобы стать публичным, да, выйти на биржу, достичь определенного уровня корпоративного управления, зрелости, структуры, да, и достичь вот той экономики, которая позволит котироваться, вот это, конечно, вопрос. И здесь, конечно, это очень узкий, наверное, такой круг компаний, который эти льготы получат здесь, действительно, это так. Вопрос от Ирины. Как вы относитесь к проекту закона правительства о частичной отмене сквозного подхода? Ну, мне кажется, что, на самом деле, мы уже так или иначе ответили на этот вопрос, когда обсуждали. Я, безусловно, отрицательно отношусь к этому, потому что я считаю, что сквозной подход – это, конечно, хорошая опция, даже с учетом тех, я бы сказал, технических шероховатостей, которые возникают, ну, какие-то, может быть, действительно неустранимые на данном этапе, какие-то устранимые, да, но в целом я считаю, что если уж вы, как-то знаете, назвался груздем «полезай в кузов», либо не надо было в свое время начинать эту тему, да, и рассказывать о том, как мы все хорошо заживем, когда у нас появится полная прозрачность, либо, соответственно, надо уже последовать. Это, кстати, то, о чем Виктор говорит, да, то есть политика должна быть налогово-последовательной, а не шарахаться из стороны в сторону, ну, по каждым конкретным, я бы сказал, обстоятельствам внешнего характера, да, то есть есть деньги, значит, одна политика, нет денег, другая политика, вот, соответственно, такого быть не должно. То есть если уже решили эту тему прорабатывать, значит, ее надо прорабатывать. Но при этом, видимо, мы тоже затрагивали эту тему, видимо, шарахание тоже может происходить в силу того, что ставятся задачи, а эффект от решения, да, поскольку, вот, как вы говорили, задача решается таким образом, там, где-то на коленке, не до конца не проработав, принимаются законы, которые, оказывается, не работают, не дают тот эффект, да, бизнес вот не хочет там идти в Россию, не хочет платить налоги, то есть эффект не тот, и поэтому начинают искать альтернативные варианты, которые дадут больше эффект. Ну, я думаю, что масса, может быть, вещей совершенно далеких, как бы, от, я бы сказал, собственно, сферы налогообложения, да, то есть кто-то пытается какую-то искусственную повестку налоговую формировать, там кто-то пытается показать бурную деятельность, так сказать, что что-то вот происходит, что-то такое, да, туда-сюда, вот, поэтому здесь масса, можно чего предполагать, но вот, как бы, мое личное отношение абсолютно отрицательное. То есть я считаю, что это достаточно полезно, там, при всех его, там, ограничениях и допущениях института, его надо, как у нас любят говорить, докрутить уже до логического конца. Спасибо. Я бы сказал, что его нельзя отменить, отменить его нельзя, потому что сквозной подход просто объективен. И другое дело, что, скорее всего, вопрос был связан с нулевой ставкой, наверное, вот с этим был вопрос связан. То есть отмена ставки, которая обсуждалась, это немножко другой вопрос. Ну, либо тогда надо, либо тогда надо отменять ставку нулевую как класс, да, то есть тогда это ставки, в принципе, не должно быть среди возможностей, потому что вариант, при котором при прямом владении у вас нулевая ставка есть, а при кривом, извините, нет, вот это, на мой взгляд, как раз проявление дискриминации. Причем дискриминации по, ну, я не имею в виду, Виктор, дискриминации с точки зрения положения соглашения об избежании двойного налогообложения, но с точки зрения понимания принципа нейтральности налогообложения, я считаю, что это будет абсолютно дискриминация, потому что ставить в зависимости от строения бизнеса его налоговые последствия, при том, что с экономической точки зрения ничего не меняется, мне кажется, это неправильно. Регулирующая функция налогов. Во всех учебниках написано налогообложение и налоговое право. Налоговое право. Спасибо. И еще один вопрос по сквозному подходу. По вашему мнению, возможно ли из действующей редакции Налогового кодекса Российской Федерации вывести применение сквозного подхода при выплате дивидендов по квазиказначейским акциям? Вы знаете, меня здесь смущает слово квазиказначейские акции. Хотелось бы, чтобы тот, кто писал вопрос, он слегка уточнет, что он под этим подразумевает, потому что обычно, насколько я знаю, по квазиказначейским акциям дивиденды не выплачиваются. Если это имеется в виду что-то другое, то в принципе, как и в отношении иных акций, я считаю, что с действующей редакцией 312 статьи можно, скажем так, вывести возможность применения сквозного подхода. Но я так подозреваю, что речь здесь идет, естественно, о трансграничной ситуации, а не внутренней. Другое дело, что, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что не все согласны с тем, как читается определенное положение 312 статьи, поэтому из-за этого в каких-то случаях вот этот сквозной подход тормозит применительно не только к квазиказначейским, но и к любым акциям. Ну, это скорее вопрос о ФПД, то есть это тут не столько сквозной, мы начнем применять сквозной подход, но чем мы закончим? То есть, а кто будет считаться фактическим получателем дохода? Может быть, тут и не надо действительно ничего применять, потому что это фикция какая-то. Так что тут есть над чем подумать. Спасибо. Следующий вопрос от Роберта. «Правильно ли понимаю, что в целом вы поддерживаете те изменения, которые происходят?» Виктор, давайте с вас начнем, а тут все. Борис у нас первый. Ну, насколько, если можно, если коротко отвечать, то, ну, скорее, да. Эти изменения, они в тренде глобальной политики, но это не значит, что я одобрительно отношусь ко всем деталям этих изменений. Но мы в тренде, мы в тренде, и даже мы начинаем управлять этим трендом. Спасибо. Борис, каково ваше мнение? Ну, я, честно говоря, не очень люблю отвечать на абстрактные вопросы, да. То есть, у меня более, скажем так, селективное отношение. То есть, в зависимости от того, о каких изменениях идет речь, естественно, какие-то изменения я приветствую, какие-то изменения я просто, ну, смиряюсь с ними, понимая, что это достаточно объективная вещь там, или это нечто неизбежное, но какие-то изменения, естественно, у меня вызывают явное неприятие. Такие все три вида изменений, как бы, они сейчас на повестке присутствуют. Спасибо. Вопрос от Антона. Ожидаете ли вы аналогичных изменений, вот, соглашения об избежании двойного налоговложения между другими странами, страной, которых не является Россия? Станут ли инициативы России некой калькой для вот таких пересмотров? Ну, видимо, вот в международном поле вы, Борис, упоминали, что такие прецеденты были. То есть вопрос может ли это спровоцировать? Ну, вы знаете, я говорил о разрыве, я говорил о разрыве, как бы, соглашении, а то, что касается изменений соглашения, так это вообще, ну, считайте, вообще повседневная практика. То есть вы можете открыть практически любой сайт любого налогового органа, там, Министерство финансов, любой страны, и вы увидите, что там постоянно идет информация о том, что кто-то с кем-то там протокольчик подписал, кто-то там с кем-то меморандум о взаимопонимании подписал. Вот, поэтому это постоянный процесс шлифовки положения соглашения, он, на мой взгляд, абсолютно неизбежен. Вот, что касается тенденции к повышению налога у источника, ну, смотрите, здесь такая ситуация. Если, кстати, мы с вами посмотрим модельную налоговую конвенцию, то, насколько вот, Виктор мне не даст соврать, там 5% ставки нет, насколько я помню. Там, кстати, по-моему, ставка как раз именно 15%, то есть это считается типа ставка пониженная по отношению к национальным ставкам во многих государствах, в частности, в отношении там дивидендов. Поэтому у нас, конечно, как это, знаете, все познается в сравнении. То есть мы тут дискутируем по поводу того, не является ли увеличение ставки с 5 до 15% некой обиды, и которую наносят бизнесу, да, в некоторых странах, может быть, были бы очень довольны платить по ставке 15% вместо, например, 30%, допустим, как национальная ставка там в США, да. Вот. Тем не менее, я думаю, что здесь все зависит от того, какова экономическая конъюнктура, ну, в каждой конкретной стране, да. То есть если страна, в принципе, чувствует себя финансово достаточно устойчиво, то ей нет смысла, как бы, искать каких-то легких путей там для мобилизации дополнительных ресурсов. Поэтому вряд ли там можно ожидать, что пересмотр соглашений там в части увеличения ставок, это будет какой-то глобальной там тенденцией. В целом, ну, вот, опять-таки, если в среднем по больнице, да, по мировой больнице, то вновь заключаемые соглашения, там по-прежнему достаточно большой удельный вес, как бы, низких ставок по налогообложению дивидендов и освобождений от налогообложения в отношении процентов там лицензионных платежей. Поэтому я бы не сказал, что здесь какая-то глобальная тенденция к повышению вот договорных ставок по пассивным доходам. Спасибо. Можно я добавлю? Да, Виктор, пожалуйста. То, что я бы не ограничивался вот в этом вопросе формальной стороной, что происходит с соглашениями. Потому что если мы посмотрим, что происходит на мировой арене, ну, там иногда бои без правил просто ведутся, и они абсолютно глобальные, и глобальность это больше, чем наша инициатива на сегодняшний день с соглашениями. Ну, давайте вернемся к американской программе ФАТКА. ФАТКА. Это ничего себе. Это удар сразу по всем соглашениям. Вообще односторонний. Это же вообще, ну... Очень хитрый инструмент, на мой взгляд, очень классно. Они вообще мощно ввели. Весь мир репортит. Теперь все вообще. Очень крутая, очень крутая тема. Конечно. И что? Да лучше бы они соглашения попробовали менять. Это было бы цивилизованием. Ну, с другой стороны, Агена тоже весело. И вот если вы почитаете доклад американского представителя по цифровым налогам в Европе, американцы пишут, эй, ребята, ну вы же вводите налоги на доходы. Ну, вы чего их называете оборотными налогами? Это налог на доходы. Это значит, должны применяться соглашения. Вы не хотите применять соглашения, вы вводите налоги. Вот вам, пожалуйста. И посмотрите, сколько стран этим занимаются сейчас. Ну, Германия расторгает договор налоговый с Бразилией. Это, кстати, очень интересная история. Я спрашиваю бразилийцев, ну и как? Все порушилось? Они говорят, да нет, с Германией все как было, нормально. Нормально. А у Бразилии с Америкой вообще нет налогового соглашения. Они там 30 лет его не могут согласовать, между прочим. Что не мешает вести активные операции в двух направлениях. Так что вот эта жизнь, она более сложная, чем кажется, международная налоговая жизнь. И сильные игроки, они стараются отстаивать свою налоговую базу. Но слабые игроки, они вынуждены, соответственно, соглашаться с изменением соглашения, проглатывать фатку и что-то другое. Так что тут мир достаточно жесткий. И, наверное, эта жесткость будет только возрастать, потому что, извините, вот как-то мы тут должны финансировать бюджет. И у каждого такая задача. Так что надо шире смотреть не только на то, что у вас соглашение, поменялось оно или не поменялось. Спасибо, Виктор. И уточнение пришло к вопросу про квазиказначейские акции. Акции через косвенное владение, то есть через иностранную структуру, когда дочернее общество выкупает акции материнской на свой баланс. Тогда, как я помню, пишет коллега, эти акции и обладают правом голоса, и дивиденды выплачиваются. То есть если акциями российской компании владеет ее дочернее... Ну да, кольцо. То есть дочка владеет акциями мамы, русской причем. И идет выплата дивидендов, ну как бы, вот как мы говорим, вниз, но как бы зарубеж, да, вот, то есть колечко такое. Ну это путь к проблемам. Я бы так это оценивал. Ну да. Знаете, как говорил Козьма Протков, не надо создавать сущности без надобности. То есть если, ну, наверное, бывают ситуации, когда это может быть необходимо, но не думают, что их так сильно много. Но понятно, что здесь будет проблема с соглашением, потому что у вас переворачивается все с ног на голову, да. То есть у вас получатель дохода, не тот, кто там какую-то инвестицию произвел, или, хотя нет, на самом деле получается, ведь если он купил себе, да, то получается, что он на самом деле инвестицию произвел. Я думаю, что на самом деле, в принципе, соглашение может быть применено. И, соответственно, в принципе, если там, ну, вовсовлены необходимые формальные условия, то да. Вопрос только здесь будет другой, как Игорь мне сейчас скажет, а где здесь бенефициарный собственность? Кто из них, то есть яйцо или курица первая будет? Спасибо большое, коллеги. Я вижу, что вопросов больше нет. Тогда мы, наверное, будем заканчивать. Большое спасибо, Виктор. Большое спасибо, Борис. Спасибо, коллеги, что были с нами. Надеюсь, было интересно. Спасибо вам за возможность пообщаться в таком формате. Спасибо большое, коллеги. Прекрасное мероприятие получилось. Оксана, и вам спасибо за блестящее модерирование. Получилась такая дискуссия, на самом деле, трех специалистов высочайшего класса. И в этом плане я абсолютно согласна с нашими участниками. Мне нравится в конце как раз читать благодарности, потому что действительно тема очень горячая, очень острая, вопросов гораздо больше, чем ответов. И очевидно, что обсуждений еще будет достаточно много. Буду рада, уважаемые спикеры, если эти обсуждения будут продолжаться на нашей площадке. Всегда огромная честь работать с такими профессионалами. Уважаемые участники, также дискуссию по международному налоговому планированию продолжим в субботу в рамках юридического форума мастеров. В рамках этого мероприятия можно будет послушать и Виктора, и Бориса, и много других интересных спикеров. Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть также на нашей площадке. Коллеги, под видеоэфиром сейчас есть кнопочка, можно перейти и зарегистрироваться, чтобы не пропустить видеоэфиры. А также были вопросы по программе, о которой говорил сегодня Виктор, по программе обучения в рамках финансового университета. Ссылочку тоже коллеги дали в чате, контакты Виктора тоже в чате дали. Пожалуйста, связывайтесь. Программа великолепнейшая. Я сама задумывалась о том, не пройти ли мне ее. Потому что такая подборка спикеров очень редко бывает. Спасибо большое за сегодняшнее мероприятие. И до новых встреч, друзья. Спасибо, до новых встреч. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!